Вечер трудного дня. Сгущаются сумерки, зажигаются фонари, и всё видится в полутонах. Время живого концерта в программе «Полутона» на Радио 1. Возможности самих себя. Так уж сложилось. Время не имеет возможности ждать, поэтому ровно год назад на Радио 1 появилась эта программа. У нас сегодня маленький микро-юбилей. Никакого хулиганства, как вы понимаете, не будет. Просто я с большой радостью хотел бы подарить вам ещё один час настоящего музыкального счастья и безумной человеческой радости. Сегодня у меня в гостях один из самых крупнейших в прямом и переносном смысле этого слова гитаристов нашей страны. Человек, без которого Коля Арутинов не сделал бы свою лигу блюза ещё очень много-много лет назад. Человек, который открывал первый московский концерт Чака Берри в ГЦКЗ России со своей группой «Стэнлис Блюзбэнд». И именно на этом концерте мы с Женей Хафтаном познакомились с Чаком Берри. До сих пор у меня есть эта фотография, и великий Чак Берри подарил нам книжки с автографами, которые он написал, когда сидел в тюрьме. Об этом мы поговорим чуть позже, может быть, в другой программе. Сегодня настоящая музыка, сегодня настоящий блюз и настоящее человеческое душевное отношение к тому, что происходит вокруг. Именно та музыка, которая делает человека человеком, и именно та музыка, которая делает нашу жизнь более красивой, красочной, яркой и индивидуальной. Сегодня Борис Булкин и «Стэнлис Блюзбэнд». Добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотели, конечно, сделать все гораздо скромнее, но за последние 24 часа ребята все-таки решили притащить в студию, в нашу маленькую уютную студию барабаны и полный комплект электричества. Так что делайте свои радиоприемники на максимальную громкость, увеличивайте громкость своих компьютеров. Сегодня будет много всего интересного. Всегда, друзья мои, вы можете присоединиться к нашей программе, набрав номер телефона. Для вас звонок абсолютно бесплатный. 8 800 700 ровно 5898. 8 800 700 ровно 5898. Ну и сегодня настоящий творческий вечер прекрасного гитариста и его великолепной команды. Ну и, конечно, мы с вами поговорим о том, что делает эту музыку настолько интересной, прекрасной и неповторимой. Борис Булкин и «Стэнлис Блюзбэнд» на волнах Радио 1. Программа Полутона. Как всегда, только живой звук. Как всегда, все живое и настоящее для вашего приятнейшего вечернего времяпрепровождения. Кирилл, спасибо. Ты здорово нас представил. А я хочу добавить, что в честь вашего юбилея, однолетия программы Полутона, я придумал песенку. Мы ее немножко переделали на свой лад. Сейчас вы ее услышите. Отлично! Отлично! Готовы? Да! Эй, господа, я приветствую вас! Хорошая музыка будет сейчас! Долгий день наконец прошел! Сегодня для вас звучит плюс и рок-н-ролл! Рядом, друзья, что еще надо? Всем хорошо от такого расклада. Да радио 1 здесь вам рады. Моя программа никогда не тормозит. Микрофон, гитара – мой реквизит. Подключаю все в усилитель. Рядом, друзья, что еще надо? Всем хорошо от такого расклада. На радио 1 артистам рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова А кто вам напомнит наши имена? В программе под названием «Полутонал» Как на корабле всегда есть капитан В студии ведущий Кирилл Кальон Рядом друзья, что еще надо Всем хорошо от такого расклада На Радио 1, слушателям рады На Радио 1, артистам рады На Радио 1, всем рады И нам, и вам Субтитры сделал DimaTorzok Полутона Живая музыка на Радио 1 Ну, Борь, спасибо огромное Вот подарок так подарок Я настолько тебе благодарен И даже не знал, это было действительно настоящим сюрпризом Я правда реально тронут Я вспомнил, что последний раз Такой подарок мне сделал Сергей Галанин 20 лет назад, в 98-м Он написал песню В эфире был Кальян, а ты была в моей постели Это была тоже очень интересная история На которой продолжается огромное количество времени Ну и еще раз Прими мои огромные слова благодарности Встреча наша не просто так Ты знаешь, у нас всегда связывает музыка И мне всегда было интересно Вот те самые эмоции, которые возникают в твоей голове Когда рождается новая песня Когда происходит очередной концерт Что вообще повлияло на твою уверенность в том, что ты всегда Являешься человеком практически не то что европейского Мирового уровня Даже концерт с Чаком Берри Вы же настолько шикарные были У меня до сих пор лежит эта майка, которую ты мне подарил Черная, с голубой надписью До сих пор Она еще жива У меня ни одной не осталось Слушай, я очень Ты знаешь, я очень берегу Пожаловалась какая-то рваненькая Скажи, пожалуйста Что повлияло на тебя И дало тебе вот эту уверенность Что ты на правильном пути Это долгая история Во-первых, брат старший Потом встреча с другими друзьями, музыкантами А если отвечать словами Кейта Ричардса Это прослушивание граммпластинок Но Кейт Ричардс слушал граммпластинки А я слушал магнитные записи За неимением граммпластинок То есть музыкального образования у меня нет Но вот эта вот любовь Самое главное, что я люблю это дело Поэтому я таким вот музыкантом являюсь Боря, у тебя свой собственный стиль У тебя свой собственный кач У тебя свой саунд, который ты придумал Свои приемы игры на гитаре Кстати, о гитаре Почему ты прекратил играть на СГ-61? Я временно прекратил на СГ-61 Дело в том, что она не совсем отвечает Моим нынешним запросам, так сказать Сейчас чуть-чуть другое Вот это вот удивительно Да, кстати, эта гитара уникальная Это Стенбергер Такая модель американская есть Поскольку здесь довольно-таки тесновато Я решил взять маленький, небольшой инструмент Дабы не мешать никому здесь проходить мимо и прочее Здесь действительно очень такая уютная, хорошая студия Но, тем не менее, приходится, так сказать, скомпоноваться вот так вот Должен сказать, что Борис Булкин еще очень скромный человек Спасибо Говоря об минимализме музыкальных инструментов В нашей крошечной уютной студии Ну, это комплекс Извините, слона в посудной лавке, понимаешь? Ей-богу, ты знаешь, мы с тобой дружим всю жизнь Ты не пойми меня неправильно Я всегда только говорил тебе слова благодарности за то, что Конечно, я это помню прекрасно Ты человек, который излучает тепло и радость К этому теплу и к этой радости люди тянутся Поэтому не будем долго тратить время на разговоры Как говорил тот же Кейт Ричерс Разговоры штука дешевая Где там ля-мажор Или давайте перестроим гитару в ре-мажор Как он всегда говорил Ты же знаешь, как он играет, да? Все эти ходы, они вам известны 8-800-700, ровно 5-8-9-8 Сегодня мы скромно, без фанатизма Хочу заметить, отмечаем годовщину программы Полтана Ровно год назад она вышла в эфир И поэтому сегодня Стэнли с Блюзбентом и Борис Булкин Что еще надо для приятного времяпрепровождения? Давайте играть Следующая песня из репертуара Самой бородатой в мире группы Зи-зи Ну, все знают дальше, как название этой группы Топ Правильно О, да Продолжение следует... 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 Они поют как-то так не очень уверенно, с плохой дикцией. Пенит, собственно, нет. Идет гаварильник, как я говорю. Извините за тавтологию. Ничего интересного. Но это, на мой взгляд, я же старичок. Ладно, ладно. Я молодой пенсионер. Но прекрати. И, кстати, очень много песен на русском языке, которые в последнее время написал. Они касаются, скажем так, людей, интересуют, скажем, тем, кому же за 50. Слушай, я подумал, какие мы пенсионеры. Мы не можем позволить себе быть обузой для государства. Мы должны поработать до конца, ты понимаешь? Нет уж, быть приятной обузой для государства. Когда государство все время являлось обузой, и вдруг какое-то время хотя бы чуть-чуть посидеть на шее. Вот это вот так, да. Все, хорош. У нас же программа вне политики, вне каких-то рамок. Ну, если говорить о действительно современной музыке, не знаю, зачем я сейчас тебе это расскажу, но скажу, что меня очень радуют все какие-то опыты, экспириенсы Лени Кравица в последнее время. К тому же, это практически наш парень. Он наш, но он уже лет 40, по-моему, это, между прочим, да, это сын, это правнук одесского еврея, который в 20-е годы переехал в США и остался жить в Нью-Йорке. Поэтому Лени Кравица, он на четверть наш парень, и он понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Борис Булкин и Стэнлис Блюзбенд сегодня у нас в гостях. Ну, теперь можно сыграть 4,5-минутную или 5-минутную композицию, потому что время до небольшой... Небольшой, вот видишь, на этом мониторе идут секунды, да, 4,55, 4,54. Вот это время до выпуска самых последних и свежайших новостей, потому что мы продолжаем, дорогие друзья, вас не только развлекать, но и информировать. Мы прервемся там на 3 минуты, а потом будем продолжать наш концерт. Борис Булкин и Стэнлис Блюзбенд. Песня называется «Рок-н-ролл помогает». Увы, неумолимо, годы летят, и ты, приятель, не молодеешь. Но пули, слава богу, еще мимо летят, хотя бывает, что и приболеешь. Равесники твои выбирают покой, казалось, какая малость. А для тебя опасен расклад такой, за этим скоро следует, что старость. Но рок-н-ролл помогает оставаться молодым. Рок-н-ролл помогает оставаться молодым. Житейские невзгоды, проблемы со страной. Здесь каждый сам, как может, выживает. А если ты еще поссорился с женой, старик все это не окрыляет. Настрой себя на лучшие, купи жене цветы, где можно устрани прокол. Не ставь на прошлом крест и не сжигай мосты. Почаще слушай блюз и рок-н-ролл. Ведь рок-н-ролл помогает оставаться молодым. Рок-н-ролл помогает оставаться молодым. А-ха! А-ха! О-о-о! Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл помогает. Оставаться молодым. Рок-н-ролл помогает оставаться молодым. Рок-н-ролл. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Полутона. Живой концерт на Радио 1. Полутона. Живая музыка на Радио 1. Боря Булкин и его Стэнлис Бюсбэнд. Известнейший музыкант нашей страны. Еще раз напомню. Человек, который играл с крупнейшими музыкантами планеты Земля. И, Боря, я хотел бы, чтобы ты представил тех ребят, с которыми ты играешь сегодня. И которые сегодня вместе с тобой участвуют в этом прекрасном занятии. С удовольствием. Слева направо от меня. Кирилл Самсонов. Баррабаны. Вадим Колдаев. Бас-гитара. Юра Евсеев. Гитара. А я своеобразно представляюсь. А те, кто с нашим сайтом не знаком, легко представить. борисбулкин.ком Заходите, слушайте. Можно я еще маленькую рекламку кину? Конечно. Совсем недавно в Ютьюбе с помощью моих друзей выложили мой совсем недавно вышедший альбом, который называется «Облака и ромашки». Набирать очень просто. Борис Булкин, «Облака и ромашки». Одноименную песенку сейчас мы и исполним. Слушайте хорошую музыку, друзья мои. Слушайте хорошую музыку, ищите ее в интернете и наслаждайтесь. Она есть. Она существует в нашей жизни. Она всегда рядом с нами. Она помогает нам гордо смотреть и спокойно на себя в зеркало, и чувствовать, что ты настоящий человек. И ходите на живые концерты, когда музыканты играют с живьем. Итак, приготовились. One, two, and three, three. Облака и ромашки, я иду без рубашки. Сон с кожей печет, тихо речка течет. Сейчас дырду и остыну, Отвожу грудь и спину, На траве полежу И вокруг по АБГ погляжу. Ночью мудит луна, Мне уже до хрена, А чего я хочу, Не расскажешь врачу. Я в отставку подам, Я гитары продам И сверну на дорогу, Чтобы ближе быть к Богу. И в душе вновь покой, И опять я другой. Не морчу, не плачу, Летом тянет на дачу. Господи, дай мне силы Не стонать до могилы. О-о-о! А-о! А-о-о! Е-е-е-е! Борис Булкин, Стэнлис Блюзбенд, Облака Ромашки Одна из самых последних, свежайших работ этого славного музыканта, прекрасного коллектива И сегодня у нас очень музыкальный вечер, поэтому вопросов у меня будет минимум Но все-таки некоторые из них я хотел бы обязательно задать этому прекрасному музыканту Борис, скажи, пожалуйста, все-таки музыка для тебя это стиль жизни, это необходимость Это твой хлеб, это твоя любовь, это твоя религия, что это такое для тебя? Да трудно ответить, на самом деле, действительно, это, в общем-то, по сути дела, это все Это и любовь, и жизнь, и все мои прожитые годы, все мои мысли об этом, фактически Ну, вот так вот, и причем я себя считаю непрофессиональным музыкантом-то Я любитель, но любитель, я надеюсь, с большой буквы Боря, в таком случае еще один вопрос Скажи, пожалуйста, маленький Боря Булкин, который взял первый раз в руки гитару И Боря Булкин сегодня, 18 сентября 2018 года, в чем разница? Да, особо разницы нет, в общем-то Вот это, в этом-то есть, на самом деле, большой смысл моей программы, потому что я иногда, мне удается узнать настоящую чистую правду Давайте играть Кстати, друзья, у меня очень много на сайте авторских песен выложено, больше 50, просто наигранных под гитару Заходите, слушайте, еще раз напоминаю, борисволкин.ком Помимо альбома, помимо акустического альбома, там есть еще акустик live, live, там и так далее А сейчас мы, поскольку любим играть в фирменные, ну, то есть англоязычные произведения Мы, опять же, наших самых любимых бородачей сыграем их лирическое произведение Over you Chilly with a blow And I'm cover up With this pretty inspiration Just will let me up Coming time to fear the truth And it's so hard I gotta find a strategy move I gotta give it up Over you Another dollar break And the people pass me by And they don't know how to How to make Ain't no place to hide I gotta find some resistance Forgetting your existence I gotta give up Over you If I could have just one more chance If I could have just one more chance With you by my side You know I won't have a better moment When we say goodbye When we say goodbye guitar solo guitar solo Субтитры подогнал «Симон» 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 Такая хорошая московская группа. Вот. Но здесь и топ я полюбил за их какую-то, я не знаю, какую-то непохожесть на все. Какое-то что-то такое своеобразие. Играть втроем? Ну, не за бородой, нет. Играть втроем это очень сложно. Ну, втроем это тоже. Нет, сейчас очень много составов трио. Но они какие-то вот настолько своеобразные, настолько вот так вот они как-то на душу легли. Очень трудно объяснить душевные порывы, вот эти так сказать. Поэтому я немножко теряюсь. Ну, вот случилось что-то, как выстрел какой-то. Вот так вот. Я их впервые услышал, сразу полюбил и с любовью по жизни. Ну, кстати, Ровингстонс я тоже очень люблю. Я даже до сих пор взвешиваю, что мне больше нравится. Кстати, может быть, ребятам что-нибудь там задашь, какой-нибудь вопросик, они тоже хотят что-то сказать, может быть. Я сейчас с удовольствием спрошу. Не знаю, кто будет отвечать. Насколько вам интересен Булкин? Как автор? Насколько вам интересен Булкин как лидер? Насколько вам интересен Булкин как поющий гитарист? А это в двойне сложно? Все запишем. Сложно, да? Потому что есть огромное количество гитаристов. Не все они могут еще одновременно и, собственно говоря, петь, и делать это здорово. Ну, кто мне расскажет про Булкина? Какой он? У меня работает? Все работает. И у тебя, и у других ребят тоже. Вадим Колдаев, бас-гитара. Вадим. Про Борю, ну, про него можно много рассказывать, конечно. Ну, человек уникальный, на самом деле. То есть, ну, слышно, что уникальный совершенно голос, гитара уникальная. И еще более уникальное это сочетание. То есть, звук вот этой вот гитары, да, то есть, какой-то такой вот сумасшедшинкой, да, и голос вот этот вот сумасшедшинкой. Это дает что-то такое, в общем, своеобразие. Это как к музыканту. Как к человеку, я вам потом сам все расскажу. Хорошо, не вопрос. Вопрос сложный. Опять все вокруг меня, Кирилл. Ну, что-нибудь такое? В нашей стране очень... Нет, я просто хочу серьезно сказать. Не такое большое количество музыкантов, которых именно действительно интересно слушать. Ну, что, Воронов, Булкин, Гейдзе, Гнидзе. Да много. Ну, их есть, да. Почему вы никогда не собираетесь вместе, чтобы устроить что-нибудь, какой-нибудь безумный фантастический джем и разложить это на 5-6 гитар? Ты знаешь, мне кажется, нужен какой-то один человек, который всех объединит. Я думаю, что этим человеком можно назначить тебя. И ты просто устроишь такой фестиваль. Всех своих друзей. Кстати, эти же музыканты, которых ты назвал, и те, которых ты не назвал, это же все твои друзья. Ну, это да. А почему вы не устроите фест такой? Хорошая тема. Мы об этом подумаем, как только построим новую студию, и все для прекрасного времяпрепровождения всех наших слушателей, чтобы увидеть и услышать все сразу. Два слова. Раньше всех объединял Арбат Блюз Клуб, который сейчас существует уже в совсем другом виде. Саша Сарьков жив, дай бог ему здоровья. Но все как-то потом расползлись по своим квартирам. Ну, не знаю, может быть, я расползся. Потому что некоторые ребята общаются до сих пор, и флагом в руки у меня так не получается. Не знаю. Борь, ты другой, в этом ничего страшного. Давай играть. Другой играем. Музыка всех объединяет. Авторская песенка. Я кодекс уважаю, я законы чту. В Чертаново живу, в простом районе. Играю на гитаре, рок-н-ролл и блюз. Зовы меня Блюзмэм Загони. Я в жизни никогда не играл шансон. Кабак, попсу и прочую эстраду. Тем более за этот, так сказать, музон. Я никогда не получал зарплату. Когда мне весело, когда грущу. Когда тяжелых мыслей груз. Тогда меня спасает хороший рок-н-ролл. И его величество Блюз. Ай-яй-яй-яй-яй, яй-яй-яй. И его величество Блюз. И его величество Блюз. Я как спросил богатого дядю Как здесь можно разбогатеть И он мне ответил В первую очередь Брось над блюзером петь Мне не подходит такой вариант К тому же я не бизнесмен Спасибо господу за мой талант И то, что я в душе блюзмен Я широко известен в своих кругах В очень узком диапазоне Меня как-то в шутку приятель назвал Блюзмен в законе Меня как-то в шутку приятель назвал старик Ты блюзмен в законе Когда мне весело, когда гнущу Когда тяжелых мыслей груз Тогда меня спасает хороший рок-н-рол И его величество плюс Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй И его величество плюс Полутона Живая музыка на радио 1 Да, сегодня действительно фантастический вечер Борис Булкин Один из самых крупнейших В прямом переносном смысле музыкантов Блюзовых музыкантов нашей страны Как только что мы узнали Действительно блюзмен в законе Ну и его славные ребята Ну конечно Ну мы же понимаем Что в каждой шутке Есть несколько ноток шутки А в нашей стране Всегда любили эти нотки Ты же знаешь Скажи, пожалуйста У меня один из последних вопросов Потому что время не остается буквально Еще на одно музыкальное произведение Хотелось бы, чтобы это никогда не заканчивалось Но всегда люди могут попасть на твои концерты Потому что Слава богу, ты выступаешь, играешь И всегда тебе можно прийти послушать На хороших блюзовых площадках Скажи, пожалуйста Вот такой серьезный вопрос Очень часто задаю серьезным музыкантам Просить за тавтологию От чего должен отказаться человек Который берет в руки гитару На что он должен надеяться Во что он должен верить И чего он должен никогда не делать И никогда не бояться Вот несколько советов тем людям Которые только сегодня Только сейчас Может быть только вчера Взяли в руки первый инструмент И вот эти вот буквально три аккорда Ля мажор Соль мажор Ре мажор Ми мажор Фа диас минор Без которого тоже нельзя Мир настолько изменчив Я даже сейчас не знаю Стоит ли брать гитару в руки И этим заниматься Сейчас, мне кажется Человек с гитарой Понятие такое Девальвировалось Раньше Это все равно Что сейчас Человек с мерцедесом Так приблизительно Вот так вот Раньше человек идет Гордый С гитарой Ну видно просто У него глаза сияют А сейчас Это тогда бедный Топер Который На работу Сработает На работу Срубил немножко Домой Жена дома ждет Деньги принес Ну не так все грустно Ну не так все грустно Грустновато Грустновато Стряна Ну я не совсем оптимист Хотя иногда песенки веселые Ну тем не менее Бывает так Скажи пожалуйста Но все таки Блюз же это очень Своеобразная музыка Это дорога Как и рок-н-ролл Если разбираться В рок-н-ролле То путь вниз Если разбираться Во всем Во всем виноват Конечно его величество Блюз Как ты правильно сказал Есть дно Или его нет Или это бездонная Глубина Достичь которой Просто невозможно И постичь Которое невозможно Это точно Я согласен Что постичь Это невозможно Я не знаю людей Которые постигли Это Не встречал По крайней мере Не знаком с ними Ну там где-то Далеко На другой планете Ну то есть Спасибо большое Спасибо большое За то Что вы сегодня пришли Спасибо за то Что сегодня Вы решили Поддержать Нашу программу Полтана Я обращаюсь Ко всем нашим Слушателям и зрителям Спасибо большое вам За то Что вы любите Настоящую музыку За то Что вы тянетесь К прекрасному За то Что вы умеете Отличать Хорошее от плохого Черного от белого И черное от белого И я желаю вам Всегда оставаться На волнах радио один Потому что мы вас Плохому Друзья мы не научим Мы впереди И вас ожидает Еще огромнейшее количество Концертов И рассуждений На тему Что такое хорошо И что такое плохо Большое спасибо За то что всегда Были вместе с нами Борис Булкин Его стэнлис Безбенд Ребят я вас обнимаю И это сделаю Сразу как только мы Закончим Нашу сегодняшнюю программу Еще одна композиция И мы прощаемся Спасибо огромное А я еще раз поздравляю Программу Полутона С их однолетием И сейчас мы исполним песенку Я посоветуюсь с ребятами Что исполнить Таш или Хонки Фирму какую-нибудь давайте Кому фирму конечно Таш давай Ну давайте 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 Рубанем Так чтобы Опять те же самые Бродачи Зи-зи-зи Ну а что делать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джазу гиппфу сантаж Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вечер трудного дня Сгущаются сумерки Зажигаются фонари И все видится в полутонах Время живого концерта В программе Полутона На Радио 1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok